Вот с представителем Офиса Президента Украины, сейчас мы начнем разговаривать, это Михаил Подоляк, он у нас на связи. Михаил Михайлович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот хочется у вас слушать про да Винчи, почему настолько значимо были его похороны, и как вы думаете, пришел ли бы Владимир Путин на похороны какого-нибудь знатного, заметного человека, который воевал на стороне России? И если да, то какого калибра должен быть этот человек, чтобы он как Зеленский пришел на похороны и прощался бы с ним? Да, Винчи — это символ сопротивления, символ добровольческих движений, реально, которые спасли Украину во время первого этапа войны России. В 2014 году он в возрасте 17 лет оказался на, по сути, фронте, и он абсолютно, в хорошем смысле слова, зажигал своим участием, я имею в виду зажигал окружающих и давал им понимание. Будучи юным, я имею в виду в 2014 году еще, будучи юным, давал им понимание, что такое патриотизм настоящий, и что такое Родина, и что такое, условно говоря, Украина. Это очень важные были политики, и, соответственно, он вот в войне находился 8 лет, ну уже 9, наверное, да, уже 9 лет в войне. То есть, по сути, он увидел весь этот конфликт, который Россия затеяла на территории Украины, непосредственно в нем принимал участие, и, соответственно, стал символом сопротивления, еще раз подчеркиваю, Украины, тотально подавляющему на начальных этапах противнику, в данном случае Российской Федерации. Что касается второй части, в России нет таких символов. В России не может быть людей, на похороны которой появится Путин, он и по психологическим качествам не готов искренне относиться к людям. Вы просто знаете, мы когда говорим о Путине, мы говорим как будто бы об политике, то есть абстрагируясь от его личных качеств. Он абсолютно неэмпатийный субъект, и он совершенно безразличны люди в любом случае и его окружение, включая, имеется в виду, его окружение. То есть у него нет символов, ради которых можно прийти и показать свои эмоции. То есть не существует понятия «эмоция» как таковая, что очень важно для современного мира. И поэтому я не беру такие составляющие, как, например, личная трусость, как нежелание, условно говоря, реально присутствовать там, где есть какие-то риски на тех мероприятиях и так далее. То есть мы не берем это, но мы даже с точки зрения Путина самого, у него нет понимания, что такое настоящий героизм. Нет понимания, что такое настоящий патриотизм. Иначе у вас бы, ну имеется в виду в Российской Федерации, не были бы героями субъекты, которые были рекрутированы Вагнером, ну Пригожиным в частности, и у которых очень и очень тяжелый анамнез с точки зрения убийств, с точки зрения насилия и так далее. То есть, понимаете, безликий… А я еще даже, знаете, что напомню? Очень важный аспект, что в первой половине войны практически все, кого награждал Шойгу, награждал Путин, всех заблюривали лицо и фамилию на лычке, которая писалась, для того, чтобы никто не увидел, что это за люди, которые в другой стране в 21 веке просто вырезают, бомбят и убивают людей. Поэтому, подытожим, Путин не относится к категории людей, которые умеют искренне радоваться за других людей. Путин не относится к категории людей, которые умеют сочувствовать. И для Путина не существует людей-символов. Ну и кроме того, тот тип войны, который ведет Путин, не предполагает героизма. Здесь может быть только отброс, как элемент проведения тех или иных действий на территории Украины. Михаил, еще один тогда вопрос. Вот мы уже успели упомянуть эту новость. В интервью итальянскому изданию Ластампа вы заявили, что украинское контрнаступление может начаться в ближайшие два месяца. Если как-то не так выразились, то поправьте. Но при этом мы понимаем, что в военном деле обычно контрнаступления, любые наступления не анонсируются. Или я ошибаюсь? Безусловно. Так а мы и не говорим о том, конкретные даты. Безусловно, конкретные даты разрабатывают и направление ударов, и места нанесения ударов разрабатывает Генеральный штаб. И я сомневаюсь, что и он будет говорить об этом в сценарных планах и так далее. Мы говорим о том, что ближайшие два месяца — это период накопления ресурсов, которые будут достаточны для того, чтобы можно было продвигаться существенно на тех или иных направлениях вперед. То есть до момента накопления этих ресурсов бессмысленно проводить существенные, подчёркиваю, не тактические контрнаступальные действия, а существенные контрнаступальные действия стратегического плана. То есть мы два месяца вкладываем понятие накопительного периода. Он может быть два, два с половиной, полтора месяца. Это период накопления инструментов, которые необходимы. Это прежде всего снаряды, это прежде всего бронетехника, это прежде всего дальнобойные ракеты, это прежде всего беспилотная авиация. То есть, еще раз, не два месяца конкретный срок, когда начнется контрнаступление, а два месяца это минимальный срок для накопления необходимого стратегического ресурса для исключения качественного контрнаступления. Михаил, тогда еще один уточняющий вопрос. Тема, которую мы регулярно обсуждаем, это бахмутское направление. Мы знаем, что под Бахмутом и Украина, и в особенности Россия терпит очень серьезные сейчас потери. Не могли бы вы, может быть, еще раз пояснить, какова стратегия украинской армии на этом направлении? — Достаточно просто. Я имею в виду просто с точки зрения понимания стратегии на донецком направлении. Это выглядит следующим образом. Россия сконцентрировала накануне так называемого большого наступления, сконцентрировала на донецком направлении, в данном случае приоритетная часть бахмутского направления, все самое свое боеспособное, то, что может так или иначе действительно оказывать существенное давление на линии фронта, на оппонентов, то есть в данном случае на нашу сторону. И, соответственно, в Бахмуте сейчас происходит так называемое перемалывание всей этой живой силы. То есть вот этот боевой компонент, который есть ударный компонент российской армии, то есть это не только Вагнер, безусловно, это не только СДК, безусловно, это и остатки Минобороны, то есть в данном случае спецназа, десанта и так далее. Вот все это сконцентрировано здесь. И в этом месте, собственно, происходит максимально жестокое уничтожение наиболее боеспособного компонента российской армии. То есть это уже десятикратно перевыполненная норма. За это время и по времени, и по количеству уничтоженной живой силы российской армии. Но, вы знаете, вот это позволяет как раз сделать, с одной стороны, уничтожать на донецком направлении, собственно, контингент, компонент мобилизованный, а с другой стороны, на других направлениях накапливать необходимый и тактический, и стратегический ресурс для того, чтобы проводить те или иные наступательные действия, контрнаступательные действия. То есть, и кроме того, вы понимаете, это ведь символическое значение уже Бахмута. То есть Россия столько денег и информационной активности вложила в слово «Бахмут», что очень важно сейчас показать, что весь потенциал российской армии разбивается о слове «Бахмут». То есть «Бахмут» — это символ эффективного сопротивления. Не о каком-то там Берлине, Киеве, Париже, там, я не знаю, о других городах, от Белиси вот недавно появилось, о чём Россия постоянно говорит, мы тут за три дня что-то захватим, всё это разбивается обо слова «Бахмут». Ну и, наконец, последняя составляющая. Всё-таки выход из Бахмута будет означать возможность продвижения к Славянску, к Крематорску, к другим населённым пунктам, которые Россия тоже точно так же уничтожит, потому что Россия не воюет с точки зрения освобождения, как она долгое время врала на внутреннем рынке, ну на внешних рынках это было изначально понятно. Она просто, как саранча, полностью всё зачищает, уничтожает, то есть городов нету. Вот если туда подходит Россия, этих городов нету, в принципе. Поэтому мы хотим минимизировать потери населённых пунктов Украины. К международной политике хочется перейти. Сегодня стало известно, что Турция закрыла техническую возможность оформлять транзит грузов и пункт назначения которых Россия. При этом власть Турции хоть и официально не комментирует это, но всё равно есть информация, что запрет касается около 10 тысяч номинований товаров. Это номенкатура, которая проходит через Турцию и доходит до России. И вот хочется у вас спросить. Конечно, есть мнение, что это всё какой-то нажим от Евросоюза. Есть мнение, что, возможно, Эрдоган заигрывает как-то с републикой, потому что ему осталось 2-3 месяца до выборов. 2 месяца осталось до выборов. На ваш взгляд, причина в том, что Россия сейчас становится слишком токсичной, поэтому даже Турция не хочет с ней взаимодействовать? Или есть какие-то другие факторы, почему Турция так меняет свою политику в отношении России? Ну, я не готов, конечно, комментировать действия турецкого правительства. Безусловно, Турция – это обстоятельный, суверенный игрок. Но мне кажется, вы правы, когда думаете о том, что Турция превратилась, за время этой, скажем, военной кампании России против Украины, превратилась в большого регионального игрока. Я имею в виду Черноморскую акваторию прежде всего. Турция и так была достаточно влиятельным игроком на гражданной армии. Но сейчас это выглядит совершенно иначе. И, безусловно, тесная привязка к России, так или иначе связанная с возможностью России через территорию Турции получать какие-то товары, которые, возможно, находятся в санкционных списках, конечно же, репутационно для Турции это невыгодно. Россия, вы абсолютно правы, токсична, чрезвычайно токсична. Турция гораздо острее чувствует этот момент с точки зрения исторической токсичности России, в отличие, допустим, от Китайской Народной Республики. Но мне кажется, что всё-таки экономика для Турции всё-таки больше завязана на европейские, американские, азиатские рынки, нежели на Российскую Федерацию. И поэтому жертвовать своей репутацией, жертвовать своими другими тесными деловыми отношениями ради России, наверное, не стоит. Тем более, и тут вы абсолютно правы, сейчас крайне активно проводятся мониторинговыми мероприятиями, чтобы зафиксировать те или иные страны или те или иные компании, которые являются своеобразными донорами для обхода России санкций, для организации так называемого параллельного импорта. Всё это, безусловно, сейчас гораздо жёстче мониторится. Я думаю, что многие эти компании, государства будут попадать под негласный контрсам, скажем так. Михаил, хочется задать вам вопрос у зрителя. Всегда это такая сложная вещь. С одной стороны, они могут быть такие простыми, но тем не менее, зато можно сказать, от неё спрашивают зрителей. Дословно зачитываю то, что зритель прислал. Вопрос подалеку. После Путина должны быть россияне или московиты с уральцами? И солидарно ли с вашим ответом большинство украинцев? Спрашивают Волганд и присылают белорусские рубли для того, чтобы оплатить свой вопрос. Понятно. Я не готов говорить, солидарно ли со мной все украинцы с точки зрения московиты или уралиты будут. Но вы знаете, со мной солидарны все украинцы, что Россия в таком виде, абсолютно солидарны, что Россия в таком политическом виде существовать точно не может и не будет. И, безусловно, многие этнические республики от России, от Российской Федерации, потому что, на мой взгляд, это не федерация скорее, а абсолютно унитарное государство, где есть центр, который принуждает региональные элиты или покупает региональные элиты, придерживаться тех или иных договорённостей, то, соответственно, в таком виде Россия не будет существовать. Ослабление федерального центра приведёт неизбежно к центробежным… Звучит интересно. Приведёт к центробежным настроениям в ряде этнических регионов. Это объективная история, особенно в тех регионах, которые ориентированы параллельно и на другие страны. Например, азиатские страны, азиатские регионы ориентированы на азиатские рынки и так далее. Это объективный процесс. Россия в таком виде действительно существовать не будет. Будут ли это московиты и уральцы? Скорее всего, нет. Это будут россияне, но в гораздо иной и региональной или территориальной и политической формации. То есть это будет другого типа страна. Она не будет сильной демократией, но это будет всё-таки страна унитарная в полном смысле этого слова. Михаил, отдельно хотелось задать вопрос по поводу Китая. Мы вот видели происходящее с Си Цзиньпином. Депутаты Китая и нагласные перезбирали Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Скажем так, я задам такой общий вопрос. Значит ли это, что в дальнейшем, может быть, политика Китая как-то изменится либо в сторону пророссийской, либо, наоборот, в сторону проукраинской? Или это фактор не особо значимый, на ваш взгляд? Китай будет искать место, и всё-таки, я надеюсь, он его обретёт, глобального игрока, который чётко понимает важность международного права, соблюдение международного права, который чётко понимает важность наказания за нарушение фундаментальных принципов глобальной безопасности. И, соответственно, тут уже не вопрос, займёт он пророссийскую или проукраинскую позицию. Это гораздо более длинная стратегия. Например, придерживаться поддержки России — это значит укоротить себе эту стратегию и точно не претендовать на роль глобального игрока. Потому что Россия настолько токсична, что, безусловно, любой партнёр, который так или иначе стоит рядом с Россией, вот эту существенную часть этого токсичности, будет перекладывать на себя. Мне кажется, для Китая, который для себя выбрал другую роль в современном мире, но это несколько странно выглядит. Я понимаю, что Китай не готов однозначно поддержать проукраинскую коалицию. Это прекрасно понятно, потому что с Китаем нужно работать и объяснять несколько иначе, чем это, например, понятно, демократическому миру в целом. Но, тем не менее, мне кажется, что стратегия нейтральности, которой Китай долгое время придерживался, и даже вот эта формула мира, о которой Китай неоднократно уже говорил, но которая, скорее, выглядит не как формула мира, а план, мирный план. А вот этот, скажем, мирный план, он не выглядит, естественно, как логистический порядок действия, он, скорее, выглядит как видение, определённое видение, позиция, которая опирается почему-то на два взаимоисключающих параметра. Первый — это неприкосновенность территориальной целостности и второй параметр, который взаимоисключается. Это немедленное прекращение огня, что означает, условно говоря, минус территориальная целостность для Украины. Это невозможно, это несправедливо. Так вот, вот этот мирный план, насколько я понимаю, характеризует и готовность, пока, к сожалению, для мира Китая более глубоко анализировать природу войны, более глубоко анализировать последствия неправильного финала войны и более глубоко анализировать последствия для международного права, если война будет неправильно финализирована, и Россия всё-таки сможет устоять в том виде, в котором сегодня существует. Это, конечно, маловероятно, и поэтому Китае нужно понимать, что маловероятные тенденции нужно всё-таки игнорировать. Спасибо большое, Михаил Подоляк, советник главы президента Украины. Напоследок, напоследок, всё-таки не могу ни от одного короткого вопроса убежать. Михаил, мне с вами многие темы нравятся обсуждать, но особенно хорошо всегда у нас тему спорта получается обсуждать, но сегодня не было на неё времени, но пару раз у нас хорошо получалось. Только что стало известно, что Международная Федерация Фехтования допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Мне кажется, это какое-то безумие. Можно подтвердить и вашим мнением, что это как-то не совсем правильно в нынешней обстановке? Это вы очень мягко говорите, не совсем правильно. Вы знаете, меня поражают эти люди, которые, особенно из международных институтов, особенно из спортивных федераций, к ним надо относиться максимально негативно, пофамильно, просто нужно будет брать эти фамилии и запоминать. Эти люди, которые максимально способствуют, во-первых, продолжению войны, во-вторых, поддержке геноцидных планов России, ну и имеется в виду Россию в том виде, и третье, безусловно, международная федерация фехтовального спорта безусловно содействует убийству украинских мирных граждан. То есть просто нужно вещи. Вы знаете, если мир начнет вещи прямо называть и давать логическое объяснение, почему он это делает, то многие эти субъекты, во-первых, исчезнут. Мне кажется, что просто нужно эти фамилии. Сейчас, конечно, списки все эти будем готовить, этих президентов федераций, которые привыкли кушать бутербродики на приёмах российских федераций и так далее. Наверное, всё-таки жёстче надо заниматься. Эти люди должны быть, знаете, десакрализованы, я имею в виду эти федерации, а эти люди должны получить пожизненные бойкоты. И их не должно быть никаких. Потому что люди, которые абсолютно умышленно способствуют продолжению войны как таковой, абсолютно умышленно способствуют геноциду украинского населения как такового, абсолютно умышленно способствуют продлению войны в Европе, но они должны лишаться своих позиций и своих репутаций. Это однозначно. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным. Продолжение следует...